Удивили результаты радиодиктанта по украинскому языку. Вот спустя месяц их опубликовали 9 декабря 2021 года, потому что 9 ноября день украинской письменности. И смотрим, только один человек со всей Украины написал диктант без одной ошибки. Это Галина Шура с Волыни. Всего прислали 14,5 тысяч писем с текстом диктанта, который написал и прочитал украинский писатель Юрий Андрухович. Переможная победительница радиодиктанта живет в селе Комарова Ковельского района Волынской области. Потом с одной ошибкой написали Надия Полий и Максим Слюсаревский. Представляете, только два человека. И 12 людей сделали по две ошибки. То есть так мало. Тут еще хвалили, что с Херсонской области вот Наталья Николенко сделала... Вот видите, вот даже две ошибки это тоже победители. Получается там 3 человека и плюс 12. 15 человек знают грамматику. Можно было паперовым листом и электронной форме. Но смотрите, если посмотреть сам текст этого диктанта... Кстати, в комментариях тут что-то откомментировали, что так мало. Честь и хвала победителям. Сделайте хоть одно нововведение в тексте Андруховича. То есть он писал по старому правопису. Но смотрим текст. Вот смотрите, они опубликовали, что некоторые сами проверяли. И он пишет Андрухович, что текст довольно сложный. Он не написал бы его сам без ошибок, если бы не был бы его автором. Ну смотрите, как тут текст. Парк. Как добре, что он у нас был. И не просто был, а буяв, дыхал, заманював. Такий величезный, раскинутий на незвичинных гектарах, невимирный. Кожен из нас, молодших и старших, приходил до него трохи неспобожным онемінням. И завжди открывал что-то такое, что хотя бы на пів життя залишится вспомином. Наш парк перевершил будь-який инший, он был чудесным лесом. Он существовал поза часом и поза часа и тревал. Ну довольно таки красивое описание парка. Много таких вот преувеличительных слов. Побожным онемінням. Тоже побожным онемінням. Побожным интересное слово. Покинутый десь на Галявине псевдокитайский павильон. Зачем это слово китайский? Ну уже пишешь про Украину. Чего ты обратно уже Китай сюда тянешь? Чтоб люди мысленно вспоминали Китай? Ну для чего? Ну там надо было до 200 слов. Он 199 слов вложился. Ну так смотришь, вроде ничего такого сильно нет. Ну тут смотрите, літо минало, тире, ні, пролетало, запятая, тут запятая, запятая, і проносилося. В парку в його іноді аж до грудей траві. Ну такое предложение смотрите, вот даже вот взять, вы его без ошибок не напишите. Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало, ні, пролетало, проносилося. В парку в його іноді аж до грудей, високій траві. Ну то есть смотрите, сколько тут одна запятая, вторая, тире, третя, четвертая, восклицательный знак, тире, запятая. Ну то есть это фактически предложение, я не знаю, от фонаря составленное так вот с этими знаками припинания. Это удивительно, что та женщина, смотрите, сколько тут вот, два тире в этом предложении. Слово вот выделено запятыми. Еще тут, ну то есть, ну такой вот текст, что действительно. Ну открыть министерство образования, они ж приняли правопис. И тогда с него один тоже житель Херсона подал в суд, судился, то отменили его, то потом обратно, ну вернули. И вот основное из мины в правопису. Вот. Проект, проекция, плеер, конвейер, Диккенс. Написание разом. Мини сукня, вице-президент, экс-министр, веб-сайт. Видите? Они так вот это вот, еще голову закрутили, люди выучили украинский язык, а теперь что, переучиваться? Это основные вот это варианты родового ведминника. А тут, если открыть сами вот весь правило, правопису, вот тут на сколько листов? На 282 страницы. Вот, схвалы на кабинетах министра в 2019 году. Ну это просто диверсия над языком. Тут либо надо было упрощать все. Убирать эти исключения и все остальное. Они тут новые поводили правила и все остальное. Ну а что у нас? У нас не сильно развито писательство. Что-то вроде авторов там пишут, вот автор, автор, там что-то это. А смотришь и не сильно есть, что почитать украинское. Что тут книга у меня на YouTube канале набрать? Царская книга о душе и жизни, как раньше учили. Ну что это тогда, до 1917 года они эзотерику официально признавали. Книга о интересных фактах, книга рецептов староедения, где прочитать Велесову книгу. Рускалание, что это тайна питания Шаталова и размышления о переходе в другое измерение. Поль Брех, вот книга, какой он в жизни был, Поль Брех, на YouTube канале. Вот тут в поиске набрать, Поль Брех, Поль набрать. И посмотрите на Поль Бреха. Роман предсказания от 1953 года, библиотеки и рейтинг книг для второго, что покупают в Украине. Мэр Херсона, где публиковать книгу. Вот была книга у меня, когда не было поисковых систем, такая толстая, вот можете посмотреть. И там были все адреса интернета, которые тогда были в 98 году собраны. Учебных заведений, все. Вот раньше вот такая поисковая система была, книга. В книге смотрите веб-сайты и все такое. Ну вот так вот мы посмотрели за этот диктант. То предложение, что мы рассмотрели, его реально не напишешь. Это просто как-то сделано, я не знаю, для чего он так то предложение написал, запятыми так повыделял, что он честно сказал, что он сам бы его не написал, если бы не был бы автором. Вот так вот. Зачем такие тексты врать? Надо было уже взять такого текста автора, что в интернете нету книжки. В библиотеке есть, а в интернете нету текста. И зачитать и все. А вот это, что они сделали, под заказ такое сделали, это искусственный текст. Специально были сделаны эти знаки припинания, что никто ничего не написал, вся Украина в дураках, один человек без ошибок написал. И то еще по старому правописанию. Наверное, Андрухович то новые правописы не учил.